Относительно мер, относительно полномочий, которые расширяются у судебных приставов РФ, хочу сказать, что развитие этого направления идет по изучению практики международной практики. Соответственно, международная практика изучается и проникает в Российскую Федерацию, формируется окональство. Но это уже не наша компетенция, это компетенция Государственной Думы и соответствующих органов. На сегодняшний день у своем пристава исполнителя действительно есть широкий комплекс мер, который может он применить для побуждения должника к исполнению требований исполнительного документа. Ведь мы прекрасно понимаем, что каждый гражданин обязан исполнять свои финансовые обязательства своевременно. И да, действительно есть такая эффективная мера, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации. И в 2015 году мы практически в два раза больше ограничили выезда за пределы Российской Федерации граждан, чем в 2014 году. С 15 января 2016 года вступил в силу изменение в закон, в соответствии с которым на сегодняшний день свой пристав исполнителя имеет право ограничивать должников в специальных правах. Что это за специальное право? Это право на вождение транспортного средства, такие как автомобили, самоходные техники, квадроциклы, водный транспорт, воздушный транспорт и остальное. Но эта мера применяется по определенным категориям исполнительных производств, именно по алиментам, по производству немыш характера, связанным с воспитанием детей, по производству на взыскании вреда причиненного здоровья, по производствам, где взыскивается ущерб, причиненный преступлением. В случае, если должник будет ограничен в таком специальном праве, и он будет продолжать управлять транспортным средством, здесь уже подключается в работу органы ГИБДД, вставляет протокол, и уже должник не ограничивается, а через суд лишается этого специального права на определенный срок. Эффективная мера? Эта мера, как показывает зарубежная практика, эффективная. В России она начала действовать только с 15 января. Поэтому ее эффективность еще, конечно, будет оценена в будущем. Но на сегодняшний день я знаю, что уже есть случаи, когда должники, получив уведомление или получив информацию, средства массовой информации о том, что он может быть ограничен в специальных правах, приходят и долги оплачивают в полном объеме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова